Богатые тоже плачут. Лакшери рабство в бриллиантовом тылу. Если я не обращусь к людям, то в один прекрасный момент я просто могу исчезнуть. Верю, что ваше нарушенное право будет защищено, цивилизовано с помощью норм закона. Полиции, прокуроры, судьи, я с ними в принципе по баням. Мне было 13, ему 15, мы встретились. И пока что у меня такое ощущение, знаете, что я вышла в поле и говорю, мир-то есть вообще. Наверняка, если не демонизировать его, он очень любит своих детей. Это мой ребенок. Я знаю, что он сейчас у отца. Я понимаю, что отец не может сделать ей что-то плохое. Война – это дело такое, знаете, выигрывает всегда кто? Торговцы оружием. Вы этот вопрос тихонечко между собой закроете. Вы вспомните, что 25 лет вместе – это все-таки. Не рождают от нелюбимого человека пять детей. Родить ребенка от нелюбимого человека. Борис, можно. Война порождает только войну. Хотя бы кто-то один должен задуматься о мире. Я вам честно скажу, мне раньше нельзя было обращаться к психологу, хотя я просила, что я не выдерживаю разрешение пойти к психологу. Но мне было сказано, что психологи все продажны, ну вы знаете. Вот. И все, о чем ты будешь говорить, теперь знаете. Теперь знаете. Я пойду сейчас кому-то, расскажу что-то, а придет кто-то и заплатит в 10 раз больше, и вся эта информация выйдет. Конечно, это же была любовь. Конечно же, это была Ромео и Джульетта. Конечно, это было босиком по снегу от папы, когда папа сказал, не выходи за него замуж, он тебя продаст. Вита, у него есть другая семья? Да, у него есть другая семья. Я всегда говорила, что я тебя не держу, и ты можешь идти. Он позволил себе рукоприкладство, два раза избил меня. Отношение к вам? Там с той стороны предательство. Мне уже почти 24 года, и отца я перестала бояться только год назад. Потому что, простите, сейчас. Бывает, что у родителей нет ни денег, и он какой-то злюха, там алкоголик, последний пропоезд, а все равно ты его любишь. Начиналось все с того, что можно ли мне выйти в кино, а заканчивалось все тем, что без папы ты будешь на мусорнике, на помойке, ты никто, ты ничего, и ты никогда без меня ничего не сможешь. Даже если там с папой что-то не сложится, ну вам просто с этим легче будет жить. По сей день он говорит, что вы женщины, и вы ни на что не способны. А где нам жить эти 10 лет, когда они поймут по его версии, его это не интересует. У меня второй вопрос. За что вы живете? Просто, ну еще раз, я же тоже не первый год в этой стране живу, мне верится с трудом. Сколько женщин они могут принять? Потому что вот сейчас понятно, что Вита сама никуда не пойдет. Она пойдет с девочками, это уже 5 человек. Достаточно места. Разместят всех. Какая ты терпеливая, какая ты мудрая женщина. Так вот, не хочу больше быть мудрой. Я хочу быть просто счастливой. Вы на самом деле сказали, что вам не 25, не 28. Быть счастливой начинать можно в любом возрасте. У мужчин очень лаконично. То ли сама виновата дура, либо молодец. Вот эта горячая линия, она существует. Мы сейчас тоже внизу пустим бегущей строкой этот номер. Позвонил жене. Сказал, как я ее люблю. Вы один? Но я вам благодарна, потому что вы, как мужчина, существуете. Виточка, он не один. Субтитры сделал DimaTorzok